МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа Мир на телеканале 24КЗ. Меня зовут Илья Рыбин. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги недели за рубежом. И прямо сейчас коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Градус потепления удастся мировым лидерам на конференции ООН по климату в Баку согласовать стратегию сокращения вредных выбросов и насколько затянется переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. Вся президентская рать, с кем Дональд Трамп намерен делать Америку вновь великой и как его победа уже отразилась на международной политике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нефутбольные страсти, ситуация на Ближнем Востоке. Почему матч между Тель-Авивским Маккаби и Истамбульским Бешикташем пришлось переносить из Турции и Бенгрию? Понять и простить. Лондон признает трансатлантическую торговлю ужасным периодом истории, но репарации странам британского сотрудничества платить категорически отказывается. Почему формула гуманитарное сотрудничество вместо наличных не устраивает бывшей колонии? Размытые грани реальности и жизнь за ТикТок, за что родители французских подростков подали в суд на китайский сервис коротких видеоклипов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе внимание мирового сообщества было приковано к столице Азербайджана. В Баку стартовала 29-я сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата и продлится она до 22 ноября. Форум не столь представительный, как в прошлом году. Всего 51 тысяча против 80 тысяч в Дубае, но не менее важный. Участникам уже удалось согласовать правила торговли эмиссионными сертификатами. Изначально они регламентировались киотским протоколом, на смену которому в 2015-м пришло Парижское соглашение. Механизм квотирования в нем отсутствовал, и даже санкции не предусматривались. Прописывались лишь цели, и главное из них — сдержать темпы глобального потепления до конца века в пределах 2 градусов. Ученые уже сегодня говорят, что миссия практически невыполнима. К полутора градусной отметке мы можем приблизиться уже к концу десятилетия, к началу следующего столетия, ко всем 3 градусам. Даже если устроить производство необходимого для этой энергии из возобновляемых источников, а также удвоить энергоэффективность, отказ от ископаемой энергетики — главный итог предыдущей конференции в Эмирате Дубай. Однако в итоговом документе тогда не прописали ни сроки, ни этапы, ни механизмы достижения цели по спасению планеты и человечества. Финансы тоже нужны астрономические, включая помощь беднейшим странам, ведь отказ от дешевого угля для многих из них смерти подобен. Как не допустить непоправимого? Сандугаш Байгладыш. Бакинская климатическая конференция ООН, 29-я по счету. Впервые мероприятие в таком формате прошло в Берлине в 1995-м под руководством будущего канцлера Ангела Меркель. И практически незаметно для широкой аудитории. Мировую известность форум приобрел лишь через два года с принятием Киотского протокола, который впервые в истории обязал индустриальные страны сократить выбросы парниковых газов. Документ устанавливал предельные квоты на вредные выбросы, и ими можно было даже торговать. На смену ему в 2015-м пришло Парижское соглашение. Оно объединило 194 государства с общей целью – сдержать в текущем веке глобальное потепление в пределах полутора-двух градусов. Следующим важным шагом в попытках сдержать глобальное потепление стала прошлогодняя конференция в Дубае. Там было решено окончательно и бесповоротно покончить с ископаемым топливом. Но когда и каким образом? Вопрос открыт до сих пор, особенно для беднейших стран. На проходящие в эти дни конференции в Баку впервые системно подошли к объему и структуре финансирования развивающихся стран в их стремлении противостоять климатическим изменениям. На эти цели необходимо в ближайшие 10 лет ежегодно выделять не меньше одного триллиона долларов. Эти средства должны формироваться как из государственных, так и частных вливаний в климатические проекты. В этом году объем инвестиций в сферу составил всего 100 миллиардов, то есть в 10 раз меньше, чем требуется. В нашей глобальной экономике потрясения в цепочке поставок из-за последствий изменения климата повышают издержки везде. Уничтоженные урожаи повышают цены на продукты питания везде. На разрушенные дома увеличивают страховые взносы везде. Это история о несправедливости, которую можно было избежать. Однако богатые страны создают проблемы, а бедные платят за это самую высокую цену. Я думаю, что это вопрос не нехватки денег, это отсутствие политической воли направить эти деньги туда, где они необходимы. Наиболее уязвимы развивающиеся страны, особенно малые, островные государства, расположенные в Карибском бассейне, Африке, Индийском океане, Средиземноморье, Южно-Китайском море и Тихом океане. Они находятся на передовой борьбы с глобальным потеплением и рискуют полностью уйти под воду. Парадокс ситуации заключается в том, что именно они меньше всего способны адаптироваться к новым условиям из-за недостатка финансирования. Подавляющая часть инвестиций в борьбу с изменением климата направляются в страны с высокими выбросами, а не в уязвимые регионы. В ООН убеждены, что голоса перемещенных лиц, наиболее пострадавших от климатического кризиса, должны быть услышаны на всех этапах реагирования, от планирования до реализации. Между тем, страны Большой двадцатки производят 80% мировых выбросов парниковых газов. Ильвинная их доля приходится на Китай – 12,5 миллиардов тонн в год. За ним следует США с без малого пятью миллиардами. При этом за год Вашингтон смог сократить вредные выбросы на 3%. Но не факт, что позитивная динамика сохранится с приходом Трампа, у которого на зеленую повестку свой консервативный взгляд. По оценкам британского портала Carbon Brief, США с новым старым президентом наоборот могут увеличить выбросы парниковых газов на 4 миллиарда тонн уже к 2030 году за счет увеличения добычи и сжигания нефти, газа и угля. От углеводородов напрямую зависит и экономика страны-хозяйки климатического саммита. Причем 90% добычи Азербайджана уходит на экспорт. К слову, предыдущий КОП-28 также прошел в богатом нефтью Эмирате – Дубае. И готовы ли богатые недрами страны отказываться от колоссальных доходов путем добровольной замены углеводородов на возобновляемые источники – большой вопрос. По крайней мере, шаги в этом направлении предпринимаются повсюду. Так, к 2030 году в Азербайджане планируют построить солнечные, ветровые и гидроэлектростанции общей мощностью около 6 гигаватт. Об этом заявил на конференции президент страны Ильхам Алиев. А его словацкий коллега Петер Пелегрини пообещал очистить 90% национального производства энергии за счет ввода атомных электростанций. Турецкий лидер Риджеп Тейпердаган объявил о планах увеличить мощности ветровой и солнечной энергетики с нынешних 31 до 120 тысяч мегаватт к 2035 году. Возможно, все это даст результат на национальном уровне. Для глобального же эффекта необходимы ответственные, скоординированные и безотлагательные действия. И это касается каждого члена международного сообщества. Сандукаш Байгуаныш специально для программы «Мир». Климатические активисты с особой настороженностью восприняли известие о том, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом. Его отношение к проблеме глобального потепления известно давно, как и сам факт того, что США сегодня держат мировую пальму первенства по производству нефти. И терять доходы из-за перехода на возобновляемые источники вряд ли входит в планы избранного президента. Именно при нем в 2017-м Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, а вернулся только через три с половиной года. Этот указ Байден подписал прямо в день своей инаугурации. Сейчас же к вступлению в должность готовится сам Трамп, вплотную погрузившись в формирование своей команды. И явно ему не до проблем глобального потепления. Уже обнародованы фамилии многих из тех, с кем 47-й президент попытается сделать Америку вновь великой. По ним уже сейчас можно прогнозировать стратегию будущей администрации по отдельным направлениям внешней и внутренней политики. Конечно же, нашлось место и Илону Маску, который в последнее время, если не совсем не разлучен с Трампом, то точно находится где-то поблизости. За это завистники даже его сопрезидентом прозвали. Райхан Серикова о Трампе и его команде. Дональд Трамп и Джо Байден обмениваются рукопожатием в овальном кабинете Белого дома. Давние соперники, сидя бок о бок у камина, будто сами излучают тепло, обсуждая, как обеспечить плавный переход от демократической администрации к республиканской. Разговор длился около двух часов. За это время Трамп и Байден, кроме прочего, успели обсудить национальную безопасность и внешнюю политику. Такие встречи избранных президентов с уходящими, как их еще называют, хромыми утками, часть традиционной церемонии передачи власти в США. Ритуалов, в котором сам Трамп отказался участвовать четыре года назад. Тогда он обвинил Байдена в фальсификации выборов и отказался признать поражение. На этот раз все мило и благородно. Господин избранный президент и бывший президент Дональд поздравляю с нетерпением в жду, как мы уже говорили, мирной передачи власти. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое. И сегодня у нас есть возможность поговорить об этом. Добро пожаловать и с возвращением. Политика – суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он прекрасен. И я очень ценю, что переходный период проходит настолько плавно, насколько это возможно. Спасибо. Несмотря на теплую дружественную обстановку, царившую на встрече двух президентов, ни о какой преемственности курсов речь идти не может. И это не только о взаимных оскорблениях и выпадах в ходе предвыборной кампании. Подходы к решению целого ряда краеугольных вопросов у демократов и республиканцев всегда были разные. Трамп, несмотря на то, что официально вступит в должность только в середине января, уже с головой погрузился в формирование своей команды. И самым очевидным ее членом изначально называли основателя Теслы и SpaceX Илона Маска. Он на пару с хозяином фармацевтической империи Ройван Сайнсес, Вивеком Ромасване возглавит управление эффективности правительства. Орган займется борьбой с бюрократией в госструктурах. Среди других известных всем фамилий Роберт Кеннеди-младший. Он должен возглавить Министерство здравоохранения. Самая неоднозначная фигура – новый министр обороны, ведущий телеканала Fox News Пит Хексет. Ветерану Национальной гвардии 44 года. Служил в Ираке и Афганистане. А также безуспешно баллотировался в Сенат от штата Миннесота в 2012 году. Интересная биография будущего государственного секретаря. Внешнеполитическое ведомство впервые в истории США отойдет потомку кубинских иммигрантов сенатору от штата Флорида Марко Рубио. Он всегда придерживался жесткой линии в отношении геополитических оппонентов США, включая Иран и Китай. Вместе с Дональдом Трампом мы сделаем Америку более великой, чем когда-либо. Даже во время пандемии наша страна продемонстрировала устойчивость экономики, обеспечила высокий уровень безопасности граждан и укрепила свои международные позиции. Уже известны и те, в чем ведение будут вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Новым послом США в Израиле может стать экс-губернатор штата Арканзас Майк Хакоби, а предприниматель Стивен Уитков рассматривается как спецпосланник по взрывоопасному региону. Я считаю, что Трампу стоит начать с переговоров с правительством Израиля, чтобы выработать общую стратегию. Он уверен, что его влияние и уважение среди лидеров региона помогут ему продвигать свои идеи. Возможно, он привлечет к помощи Саудовскую Аравию и постарается добиться окончания конфликта в секторе ГАЗа. Все это с небольшой оговоркой. Упомянутые кандидатуры должны еще быть одобрены Конгрессом после инаугурации Трампа. Но с этим никаких проблем быть не должно. Республиканцы заручились большинством как в Сенате, так и в Палате представителей. Таким образом, однопартийцы Трампа впервые получили полный контроль над всеми тремя ветвями власти – исполнительной, судебной и законодательной. Такой расклад принято называть трефектой. Это дает шанс администрации действовать быстро и без проволочек. По крайней мере, ближайшие два года до промежуточных выборов в Конгресс. Как правило, в ходе этих кампаний правящая партия теряет свои позиции, ввиду того, что на нее вешают всех собак за просчеты текущего момента. Поэтому не исключено, что демократы могут обрести более весомый голос во вторую половину президентства Трампа. Тем не менее, многое будет зависеть от него самого и от того, насколько его не подведет политическое чутье и прагматизм. Райхан Серикова специально для программы «Мир». По данным американских источников, в ходе теплой двухчасовой беседы у Камина два президента затронули тему ближневосточного конфликта и сошлись во мнении, что было бы неплохо, если бы вопрос с захваченными группировкой Хамас-заложниками будет решен до 20 января – датой инаугурации Трампа. На самих фронтах в секторе Газа и Ливани без существенных перемен, а Европу после нескольких месяцев относительного затишья вновь захлестнули антиизраильские настроения. В связи с волнениями, вспыхнувшими после футбольного матча между Тель-Авивским Макаби и местным Аяксом, городские власти Амстердама наложили временный запрет на проведение массовых акций. После этого его нарушали дважды. Сообщалось о сотнях задержанных. Позже схожая картина наблюдалась и в Париже перед схваткой национальных сборных Израиля и Франции. Хотя столичные жандармы сделали выводы из событий в Амстердаме и усилили меры безопасности по максимуму. А следующий матч Макаби с астамбульским Бешикташем и вовсе пришлось переносить из Турции в Венгрию. О нефутбольных страстях расскажет Тамерлан Ким. Нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме осудили как премьер Нидерландов Дикс Хофф, так и другие мировые лидеры, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и многих других. Городские власти Амстердама наложили временный запрет на проведение в городе массовых манифестаций. Однако его неоднократно нарушили. Только в одной из таких акций арестовали почти 300 активистов. Нечто схожее наблюдалось и накануне матча национальных сборных Израиля и Франции. Но сама игра прошла без серьезных инцидентов. Городские власти заблаговременно усилили меры безопасности в Париже, задействовав в операции 4000 политиков. Должны были сойтись местный Бешикташ и Тель-Авивский Макаби. И по известным причинам его пришлось переносить в Венгрию. И он пройдет на пустом стадионе, без болельщиков. В начале недели президент Турции Эрдоган полностью разорвал отношения с Израилем. Самоглава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил официально приостановить политический диалог с ближневосточной страной. Он сослался на возможные нарушения прав человека и международного права в ходе военной операции в Газе. Дипломат направил соответствующее письмо министрам иностранных дел стран-членов ЕС за несколько дней до их встречи, которая пройдет в Брюсселе в понедельник. Верховный представитель Жозеп Боррель просит министров рассмотреть вопрос о том, нарушает ли Израиль права человека и соблюдает ли международное гуманитарное право в соответствии со статьями соглашения об ассоциации. И он предложит министрам высказать свое мнение по его предложению о приостановке политического диалога. Любые решения относительно политических частей этого соглашения подлежат единогласному принятию всеми государственными членами. А международные гуманитарные организации фиксируют все новые нарушения. Сразу восемь из них выступили с обвинениями в адрес Израиля. Согласно совместному докладу, 800 тысяч человек в Анклаве живут в условиях близких голоду. В документе также подчеркивается, что Израиль не только не выполнил поставленные США условия по поддержке гуманитарной помощи, но даже принял меры, которые резко ухудшили ситуацию в северной части сектора Газа. По мнению правозащитников, блокада поставок грузов, авиаудары по жилым районам и отсутствие защиты гражданского населения нарушают основные стандарты прав человека. А в ООН заявляют, что в Анклаве уже начался голод. Ситуация с продовольственной безопасностью в северной части Газы ужасная. Уже в октябре 133 тысячи человек столкнулись с катастрофической нехваткой пищи. Тогда мы спрогнозировали, что при наихудшем сценарии голод в Газе начнется в период с ноября по апрель 2025 года. Комитет обнаружил высокую вероятность того, что голод уже происходит или неизбежен в северных районах Анклава. А гуманитарные организации не могут доставлять продовольствие нуждающимся. Как оккупирующая держава, Израиль обязан в соответствии с международным правом защищать палестинских мирных жителей и обеспечивать их всем необходимым для выживания. Однако за год произошли большие потери среди палестинцев. Условия жизни, особенно в северной части Газы, все больше становятся непригодными для выживания. Мы вновь напоминаем, что использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны строго запрещено международным гуманитарным правом. Тем временем США решили не ограничивать военную помощь Израилю, хотя в октябре пригрозили ее заморозить, если гуманитарная ситуация в секторе Газа не улучшится в течение месяца. В понимании американской администрации в этом вопросе есть двиги. В частности, открылся контрольно-пропускной пункт Кисуфим, но этого недостаточно. Необходимо добиться реальных и продолжительных пауз в боевых действиях в секторе Газа, чтобы гуманитарная помощь могла дойти до людей, которые в ней нуждаются. Это имеет решающее значение для обеспечения их безопасности. И самый лучший способ сделать это — прекратить войну. Израиль достиг поставленных целей — уничтожение военного потенциала Хамас и ликвидации ее руководства. Настало время закончить конфликт. Несмотря на призывы союзников, Израиль продолжает боевые действия и в секторе Газа, и в Ливане. Ежедневно Цахал заявляет об уничтожении десятков объектов противников и ликвидации их бойцов. Вместе с этим власти Газа и Ливана сообщают о гибели гражданских. По данным Ливанского Минздрава, только в среду по всей территории страны погибли около 80 человек. На следующий день в Газе заявили о 24 жертвах. Также в Дамаске 15 человек стали жертвами авиаудара сил Цахал, пишут сирийские СМИ. А мирный процесс по Палестино-Израильскому конфликту и вовсе зашел в тупик, поскольку Катар уведомил партнеров о том, что страна приостановит свое посредничество, если Израиль и группировки не продемонстрируют реальные шаги и готовность к компромиссу. Тамерлан Ким специально для программы «Мир». Мы продолжаем и вот темы второй части выпуска. Понять и простить. Лондон признает трансатлантическую торговлю ужасным периодом истории, но репарации странам британского содружества платить категорически отказывается. Почему формула «гуманитарное сотрудничество вместо наличных» не устраивает бывшей колонии? Размытые грани реальности – жизнь за ТикТок, за что родители французских подростков подали в суд на китайский сервис коротких видеоклипов. В то время как в различных уголках планеты рассуждают над механизмами построения справедливого и многополярного мира, в котором должен звучать и быть услышан голос каждой страны, лидеры государств Карибского бассейна сходятся во мнении, что первым шагом глобальной перезагрузки могла бы стать выплата репараций за трансатлантическую роботорговлю. Только этой группе из 15 стран по их самым скромным подсчетам Лондон должен 200 миллиардов фунтов стерлингов, а еще есть и Африка. На прошедшем в конце октября саммите британского содружества на острове Самуа глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лэмми колониальную роботорговлю назвал ужасным периодом в истории страны, но никакие денежные компенсации не могут рассматриваться в качестве решения проблемы, считает он. Другое дело наращивание сотрудничества в сфере науки и образования. Понятно, что речь идет о неподъемных для Лондона суммах, да и как можно оценить причинявшийся веками урон в денежном выражении. И устроит ли формула гуманитарное сотрудничество вместо наличных пострадавшую сторону. Об этом в следующем сюжете. Этот ноябрь членом британской королевской семьи запомнится надолго. Четырехдневный визит принца Уильяма в Южную Африку проходил строго по графику. Встреча с экоактивистами, многочисленные фотосессии, посещение образовательных объектов. Однако перед самым отлетом в заливе Калкон столкнулся с протестующими. Здесь не рады были его присутствию. Недовольных британским колониальным прошлым достаточно во всем мире. Так визит короля Чарльза III в Австралию в прошлом месяце также обернулся скандалом. Официальную речь монарха в парламенте резкими выкриками прервала австралийский сенатор Лидия Торп. Активистка из числа коренных народов скандировала к черту колонию «Ты не мой король». Охране пришлось вывести ее из зала. Мы самые обделенные бедные люди в нашей стране. Чарльз III не наш король. Чтобы стать нашим правителем, нужно родиться на нашей земле. Верните нам то, что у нас украли. Это не ваша земля. В 18-20 веках Британия была крупнейшей колониальной империей мира. На пике могущества под ее контролем находилась четверть земной суши. Период господства Соединенного Королевства сопровождается такими порочными явлениями, как работорговля, многочисленные акты геноцида, беспощадная эксплуатация. В октябре на Тихоокеанских островах Самуа прошел саммит Британского Содружества нации. Это сама Англия из свыше 50 ее бывших колоний. На форуме 15 стран, входящих в Карибское сообщество, потребовали от Лондона рассмотреть вопрос выплаты компенсации за колониализм и работорговлю. Их поддержали страны Африканского союза. Пришло время брать ответственность за торговлю людьми. Страны с общей историей членов Содружества наций хотят открыто говорить о построении нашего будущего, основанного на равенстве. Сам Чарльз Трейти в своей официальной речи заявил, что не в силах исправить ошибки прошлого и призвал учиться на ошибках истории. Слушая представителей стран-членов Содружества, я понял, что самые печальные моменты нашего прошлого все еще их беспокоят. Поэтому я хочу отметить, что очень важно, углубляясь в нашу историю, не сбиться с пути. Сейчас много неравенства в образовании, профессиональной подготовке, трудоустройстве, здравоохранении. Также актуален и вопрос охраны окружающей среды. Мы должны найти правильные способы решения этих проблем. По данным опроса общественного мнения, каждый четвертый британец из десяти считает, что страны, пострадавшие от колонизации, имеют полное право на репарации за работорговлю. При этом большая половина респондентов считает, что выплаты должны производиться из государственной казны. Колониальная эпоха длилась более 300 лет. По разным оценкам из Африки в Европу были вывезены и проданы в рабство более 3 миллионов человек. Несмотря на то, что некоторые страны признали свою вину и принесли официальные извинения за работорговлю, Великобритания никогда этого не делала. Асиль Абдык Илыкова, Галымжан Караманулы, специально для программы «Мир». И интересно еще что. Кому через определенное время будут выставляться счета за рабство цифровое, в которое, не подозревая того, все чаще стали попадать наши современники? Все помнят сказочных джинов, рабов ламп, кувшинов и других сосудов. Дети людей, воспитанных на этих добрых сказках, сегодня становятся рабами смартфонов и полностью повинуются посылам, зашифрованным в коротких видеороликах из соцсетей. Причем порой нескольких секунд хватает, чтобы полностью подавить неокрепшую личность или даже подтолкнуть ее к суициду. На неделе родители французских подростков подали коллективный иск против китайского сервиса коротких сообщений ТикТок. Как приложение, созданное для того, чтобы общаться и не чувствовать себя одиноким, в руках злоумышленников становится смертельно опасным. Дана Ермак. Быть подростком здорово. Тот самый беззаботный возраст, когда не знаешь о проблемах взрослых, живешь себе на радость и строишь планы на будущее. Однако мечты и цели таки остались нереализованными для двоих 15-летних школьников из Франции. В ноябре подростки покончили с жизнью. Виноват во всем ТикТок, считают их близкие. Да, та самая популярная соцсеть, которая, казалось бы, транслирует контент о милых котиках, трендах и прочих радостях жизни, привела к большой трагедии. Во Франции после случившегося сразу семь семей подали коллективный иск в суд. Группа обвиняет ТикТок в том, что приложение не удалило опасный контент, который и стал причиной летального исхода детей. Родители хотят, чтобы ТикТок была признана в суде юридически ответственной за произошедшее. Это коммерческая компания, которая предлагает продукт потребителям, среди которых много несовершеннолетних. Поэтому они должны нести ответственность за недостатки этого продукта. В тот самый злополучный день совместный досуг проводили семеро детей. Двое покончили счеты с жизнью, четверо других пытались наложить на себя руки после увиденного. Семьи утверждают, что алгоритм ТикТока выдал им контент, подталкивающих к самоубийству и членовредительству. Адвокат семьи заявила, что это первый групповой иск в истории Европы. К слову, за последнее время ТикТок, Инстаграм и другие социальные сети все чаще сталкиваются с обвинениями. Зачастую изцы заявляют, что приложение негативно влияет на психику детей. Например, в октябре этого года 13 штатов США и округ Колумбия подавали в суд на крупную сеть. И таких исков против компаний в стране сотни. Нарекания все те же. Причем утверждается, что приложение старается заставить детей смотреть контент как можно дольше и чаще, чтобы у них появилась зависимость. Тем временем в Австралии вовсе хотят ограничить доступ ко всем популярным платформам. Под полный запрет могут попасть дети до 16-летнего возраста. В парламенте обсуждают соответствующий законопроект. Объясняя необходимость принятия таких мер, власти заявляют, что они должны минимизировать вред от соцсетей. Кстати, если документ будет принят, он станет первым подобным в мире. Социальные сети причиняют вред нашим детям. И я призываю обратить на это внимание. Я поговорил с тысячами пап, мам, бабушек и дедушек. Они, как и я, очень беспокоятся о безопасности наших детей в просторах интернета. И я хочу, чтобы австралийские родители и семьи знали, что правительство поддерживает их. Список стран, в которых ТикТок попал в опалу, растет. И причины на это разные. Где-то поясняют, что китайское приложение забирает много времени и ресурсов. А во Франции, Нидерландах и Норвегии ссылаются на кибербезопасность. Уже поставили полный блок своим чиновникам на использование видеосервиса на служебных устройствах. Такие меры предпринимаются из-за опасений, что при их загрузке может быть раскрыта конфиденциальная информация. Ссылаясь на проблемы с информационной безопасностью, чиновникам запрещено смотреть ТикТок и Великобритании, а также в странах еврозоны. К слову, три высших органы ЕС, Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС ввели запрет на использование этой платформы. Несмотря на столь масштабные блокировки, у ТикТока более 1 миллиарда активных пользователей в месяц по всему миру. В начале этого года приложение скачали более 4 миллиардов раз. Он стал одной из самых быстрорастущих социальных сетей, обогнав пользовательскую базу Facebook и Instagram. Причем за очень короткое время. Толь же быстро кратковременная забава стала рассматриваться и как проблема. Как отмечают эксперты, бесконечный поток 30 секундных видео снижает концентрацию внимания пользователей. Специалисты говорят, что алгоритмы побуждают зрителей часто прокручивать и переключать внимание между задачами. Люди так засматриваются, что не замечают потенциально вредные моменты и не способны противостоять отвлекающим факторам. Исследование, проведенное в США, показало, что дети, которые ежедневно проводят у экрана более двух часов, в восемь раз чаще страдают от расстройства, связанного с концентрацией внимания, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Тем временем на все жалобы представители приложения отвечают одинаково. В компании не раз заявляли, что платформа оснащена функциями безопасности, включая ограничения по времени и настройками конфиденциальности, по умолчению для пользователей младше 16 лет. И пока в мире мнения касательно популярной платформы разделяются, основатель ТикТока 41-летний Чан Имин стал самым богатым жителем Китая. Его состояние оценивается почти в 50 миллиардов долларов. В прошлом году капитализация компании ByteDance, куда входит социальная сеть, выросла на 30% и достигла 110 миллиардов долларов. Дана Ермак для программы «Мир». И на сегодня это все. Я желаю вам приятных выходных. До встречи ровно через неделю. Всем удачи, мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин